У вас дома тараканы? Для борьбы с ними вы используете инсектициды, химические вещества, которые смертельно опасны не только для насекомых, но и могут нанести вред здоровью человека. В борьбе с тараканами вам поможет оно или она. Это мухоловка обыкновенная, латинское название скутигера калиоптрата. У многих людей домашняя мухоловка вызывает настоящий ужас. И действительно, существо, максимально отличающееся от всех знакомых насекомых, да к тому же развивающее огромную скорость, не самое приятное зрелище в квартире. Но стоит ли опасаться мухоловок? Об этом мы и расскажем. По своему роду мухоловка не совсем насекомая. Она относится к членистоногим, среди которых также пауки, клещи, бабочки и другие представители. Интересно, что количество лапок у нетравмированных сороконожек не бывает четным. Даже у домашней сороконожки, вопреки названию, обычно 29 или 33 ноги. В пространстве мухоловка ориентируется с помощью длинных усиков. Это же помогает ей отслеживать добычу. Кроме этого, на голове есть два фасеточных раскосых глаза, которые обеспечивают членистоногому отличное зрение. Сороконожка достигает 3,5-6 см в длину, развивает скорость до 40 см в секунду. Впечатляющая скорость, которая может напугать, если не знать об этой особенности. Живет она около 3-7 лет. Мухоловка защищена хитиновым покровом, как и все членистоногие. Окрас ее тела от прозрачно-желтого до коричневого с двумя-тремя темными маскировочными полосками. Лапки тоже имеют полоски. Сразу же отвечу на самый волнующий вопрос. Для здоровья человека мухоловка ничем не опасна. Хоть мухоловка и умелый хищник, но нападает она не на человека, а на мух, молей, блох, тараканов и других домашних вредителей. В этом она скорее помощник в квартире, чем враг. Контактов с людьми домашняя сороконожка старается избегать, стремительно исчезая в углах и щелях помещения, если заметят инородное движение. Несмотря на это, в интернете можно найти множество фотографий и видеороликов с сороконожками на руках человека, где ее гладят и позволяют бегать по телу. Человека мухоловка кусает в крайних случаях и лишь тогда, когда сильно напугана и не может убежать. Однако ее укус не очень болезненный и небольшие проблемы может вызвать только у аллергиков. Тот, кого стоит опасаться, это близкая родственница сороконожки Скалопендра. Она оставляет болезненный укус, от которого появляется сильный отек. Кроме того, Скалопендра может убить маленького ребенка или небольшое животное. Как вы видите, что двух этих членистоногих не так-то и сложно различить. Слева на фото сороконожка, а справа Скалопендра. Увидев в своем жилище мухоловку, сразу же хочется убить ее и поскорее избавиться от мертвого насекомого, чтобы оно ни в коем случае не ожило. Однако есть несколько причин не убивать домашнюю многоножку, а позволить ей немного похозяйничать в доме. Мухоловка не портит мебель, не трогает человеческую еду и не кусает людей и их питомцев. Членистоногая отлично очищает квартиру от мух, тараканов, вшей, термитов, пауков, блох, чешуйниц и других неприятных домашних вредителей. Помогает мухоловка и в полях, на огородах, во многих южных странах она желанный гость, помогающий защищать урожай от сельскохозяйственных паразитов. Как вы уже поняли, мухоловка не опасная членистоногая. Даже больше она является квартирным санитаром, очищающим помещения от домашних вредителей. В ней можно найти выгодного союзника, который всего за месяц очистит вашу квартиру от нежелательных насекомых. Поэтому перед тем, как убивать ее, задумайтесь, стоит ли это делать.